Вот какая посуда опасна для здоровья. Немедленно избавьтесь от нее. К выбору посуды следует отнестись более внимательно, так как материал, из которого она изготовлена, имеет важное значение, поскольку может отрицательно влиять на наше здоровье. В целом есть три вида опасной посуды, от которой нужно обязательно избавиться. Об этом сообщила нутрициолог и диетолог Ирина Каленская в Инстаграм. Политетрафтерэтилен. С такой посудой человек встречается каждый день, если на кухне есть тефлоновая сковорода. Тефлон – это товарное название политетрафтерэтилена. В конце 90-х признали, что тефлон выделяет перфтероктановую кислоту, ядовитое соединение, которое провоцирует бесплодие и рак, говорит нутрициолог. Такую сковородку можно оставить, если тефлон – это тефаль. Хотя раньше я была против этого производителя. Ищите на посуде знак ПФОУФРИ, для производства тефлона не использовалась перфтероктановая кислота, говорится в сообщении. Также на посуде не должно быть царапин и повреждений. Все потому что малейшая царапина, и нагретый тефлон начинает испарять канцерогены. Пластик. Сначала нужно проверить маркировку на пластиковых емкостях. Обычно это треугольник со стрелками с цифрами внутри. Если маркировки нет, такую посуду нужно выбросить. Эксперт говорит, что на безопасном пластике есть маркировка 2, 4, 5. Не наливайте горячую воду в пластик и не разогревайте в пластике. При нагревании выделяет токсичные вещества, добавила диетолог. Яркие расписные сервизы. Здесь речь идет о турецких или китайских сервизах, из меламиноформальдегидной смолы. Если стукнуть по нему, то в отличие от фаянса, эта посуда глухо откликается. Качественная меламиновая посуда становится опасной, только выше 130 градусов Цельсия. Но можно легко нарваться на сомнительную, выделяющую самый опасный формальдегид, при контакте с этой посудой избегать, советует эксперт. Важно помнить, что некачественная посуда влияет на работу ЖКТ, гораздо сильнее, чем можно подумать. Часто желудок реагирует даже на острые запахи, потому токсины в посуде спровоцируют еще большие проблемы. Раньше мы сообщали, какую посуду категорически, нельзя ставить в духовку никогда. Также мы писали, почему не стоит мыть стеклянную посуду содой.